здравствуйте сегодня по просьбам трудящихся в смысле по просьбам учеников это раньше в советском союзе так говорили по просьбам трудящихся покажем как рисовать некоторые более сложные вещи во первых поставим линию чтобы за что то цепляться вот здесь шестиугольник вот она попросила во первых нарисовать шестиугольник чтобы снизу началось так все а кстати или на вы не сами не подключились заказа а так так вот вот шести шестиугольник вот это давайте для начала немножко упрощенно сделаем да этот же шестиугольник пусть будет этот же шестиугольник пусть будет в три или в четыре раза меньше хорошо в три или в четыре раза меньше сделаем так ну для начала в три да так сегодня много людей да так вот это сейчас три раза меньше получать так то есть я заново задам команду копирует сразу не точкой так именно в таком порядке да чтобы внизу вот сюда вот да горизонтальные линии можем удалить или на я немножко другой рисунок сделаю хорошо согласны так теперь вот это еще раз три раза меньше одна третья это называется фрактал ну это не совсем окружность а шестиугольник да ну вот начнем с нижней да вот вот так шестиугольники да вот такой рисунок сделаем согласны сейчас еще то есть шестиугольник на каждое его вершине тоже шестиугольник и на каждое его вершине в свою очередь тоже шестиугольник можно будет продолжать много но просто в этом тортле в экране тортла разрешение имеет ограниченное значение а потом когда мы в автокаде то же самое сделаем так как стал вот такой рисунок нарисуем хорошо всем такой рисунок нравится так сейчас мы напишем первая очередь первая очередь пусть будет у нас какой красный цвет да первая очередь потом вторая очередь всем все видно да зеленые и третья очередь и третья очередь белый и третья очередь первая очередь первая очередь потом вторая потом третья очередь ясно да и причем по специальной просьбе Элины рисовать начнем с нижней точки хорошо так всем все слышно ну что ж тогда мы сохраним этот файл как дальше у нас 21 да получается мы мы не сразу конечно этот пример сделаем а по частям так у вас 12 пример есть правильно 12 файл или отправить 12 файл есть да я же отправлял его раньше сейчас мы его переделывать переделывать будем самый быстрый способ программирования это не программировать так теперь так так вот запускаем да run здесь слишком много этих слоев получается у нас шагов будет сколько шагов шесть шагов да получается шесть шагов шесть шагов шесть шагов шесть шагов вот мы к шагам же тоже привязывали пример двадцатый цепс равно двадцать мне кажется вот этот лучше переделаем сейчас мы выкинем все лишнее вот это нам не надо так теперь нам нас сейчас интересует только линия вот получается x y old x old y вот эта линия только нас интересует да так тут тоже убираем так и запускаем здесь у нас двадцать шагов да получалось двадцать шагов нас интересует только r r2 тоже не интересует да сделаем шагов шесть так так вот так он получился да теперь теперь давайте мы повернем угол нам же надо вот так развернуть правильно отсюда поэтому давайте добавим к нему угол угол еще угол у нас получается смотрите вот этот угол у нас это два пи делить на степс да и от него надо отнять пи делить на степс минус то есть половину этого угла так подождите сейчас минус пи делить на степс да не так подождите сейчас мы поймем что у нас получилось так а кстати он вот встал на свое место только единственное вот это получается old x и old y видите old x и old y будут уже не вот эти а вот из вот этого переделаем у нас получается первоначальный угол будет вот этого нету да только вот это и все так steps is not defined да steps вынесем наверх он видите здесь степс используется же значит он должен быть определён выше вот здесь если здесь используется а здесь его задали он говорит не знаю такого степса понятно я не слышу вашей реакции понятно или непонятно так стоп 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 теперь вот это у нас будет old x old y вот но чтобы началась вот с этой точки мы можем еще угол увеличить получается сейчас вот так один да вот так другой вот так третий вот так четвертый получается 4 умножить на пи делить на степс ха 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 что-то не то да так но зерна вот так стоит да так сейчас давайте подумаем вот этот у нас угол получается переделить на шаги да этот угол переделить на шаги если мы сделаем 2 умножить на переделить на шаги попробуем что он скажет на экран так опять с этой же точке начинает да а стоп 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 мы-то вот здесь отнимаем angle должны отнять получается это angle shift назовем да мы поменяли в одном месте но должны же менять его здесь тоже а чтобы два раза одну и ту же работу не делать мы что делаем кто мне скажет да введем новую переменную вот чтобы вот который здесь посчитали чтобы ее же отнять отсюда о что-то не то да так попробуем запустить сейчас он начал отсюда подождите angle shift и делить на steps если мы steps уменьшим на 1 вот так теперь правильно да так теперь попробуем минус 2 определить на steps не то да и делить на steps так минус 5 делить на steps это вот это получается на минус 5 делить на steps а если мы а 2 полтора определить на steps 3 умножить 3 подожди 3 делить на 2 умножить на п делить на steps да вообще что-то не то да так так с этой точки он хорошо рисует минус пи делить на steps с этой точки да а чтобы он начал отсюда угол тогда мы вот сюда получается минус пи на 2 же да минус пи на 2 минус пи пополам попробуем смотрите минус пи пополам сейчас попробуем минус пи на 2 так он не так начал да подожди тогда вот что сделаем мы не этим будем играть а вот ай тогда сделаем другой так так мы тогда ай будем менять так минус пи делить на steps так он нормально рисует да вот если от минус 1 до steps минус 1 так отсюда он начал и до сюда дошел да от минус 2 до steps минус 2 вот это наверное вернее да сейчас запоминаем откуда он начал он начал отсюда ну вот только он еще один шаг назад сделал смотрите давайте замедлим скорость посмотрим как он как он себя ведет спит спит да да давайте сейчас скорость поставим так он не будет ужасно медленно рисовать сейчас 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 посмотрим спит а он оказывается и так спит один так спит какие его значения а смотрите получается самый медленный этот один спит он спит он от тёрта спит поймал или вот просто так тёртл спит так посмотрим после этого сейчас опросим если просто спит написать он получается смотрите надо посмотреть что это за функция спит это целая от а это оказывается не функция подождите спит же он задает получается как функцию скобках да а мы как задавали числом до спит 1 а спит 10 он и так оказывается на единице стоит да по умолчанию до медленнее он не работает надо оказывать функции у меня это не число так еще раз посмотрим так он пришел сюда потом сюда да потом опять сюда то есть он начинает отсюда так мы тогда вот что сделаем сейчас подождите вот я попробую час и применить если и равно нулю только не вот здесь а пониже вот если и равно нулю то то там не вычислять ее заново и чё и чё затормозил он да если и равно нулю где а подождите не 0 а здесь минус 2 ошибка выходит да вот все так ну вот получается мы исправили мы можем это теперь угол попробовать попробовать вот закончится страх потом обновим хорошо мы можем угол или пусть остается так как думаете попробуем этот угол вот сейчас у нас угол получается пи делить на шаги это вот это место да а если пи на 4 то вот это место должно быть так вот когда вот так программируете математику тоже лучше понимать начинаете потому что одно дело просто на доске написать а когда вот задаешь компьютеру а он не слушается это значит что то что то непонятно от 0 до степс минус 1 это он сюда сделал а если так сделаем все получается вот здесь тэп плюс 1 должен быть да ну все мы его сделали да лишнее подчищаем я сейчас на яндекс диск скину и вам тогда исходник скину попробуйте по запускать хорошо файл сейф по запускайте за это время я новую эту конференцию обновлю тогда обновлю тогда вы туда же заходите хорошо понятно так так стартер 21 поделиться копировать ссылку ну давайте возьмите файл попробуйте по запускать и мы потом дальше пойдем окей и так и и и и и и и Продолжение следует...